Дорогая Наргиза, я сейчас всем скажу, что наша Наргиза Курбанова в Баку, научастник нашей школы, мой друг давнишний, и ключ знает вдоль и поперёк хорошо, и обучает там людей, и помогает, и кому нужно, пожалуйста, там в Баку к ней обращайтесь. А здесь пришёл ко мне, давай, пришёл ко мне мой приятель, он индус, индус, его зовут, назови, как твоё имя, скажи? Дипак. Дипак, да? Дипак. Слушай, а я не знал, что вот не индийцы, а индусы. Да, конечно, да. А я думал, индийцы, я думал, так, я Дипака спросил, он говорит, индус, но, говорит, не знаю, когда много, когда много индусов, может, индийцы, я, говорит, не знаю, это как по-русски правильно, вот, вот, я ему говорю, ты чего ко мне пришёл? Он уже третий раз приходит. Первый раз пришёл с моим другом Имраном, они оба, я им иголки ставил, и учил ключу, и учил ключу. Потом, значит, Дипак пришёл, говорит, после того, как ты мне иголки поставил, я лучше спал, потому что у меня спина, половина отпустила, отпустила спина. А он не мог спать из-за боли в спине. Теперь я ему в прошлый раз поставил ещё на ту половину, а сегодня пришёл, я ему уже окончательно ставлю, потому что уже спит, уже поворачивается и так далее, и я ему говорю, слушай, ты же индус, индус, почему йогой не занимаешься? Почему индийской йогой не занимаешься? Он говорит, потому что надо час заниматься каждый день. Я говорю, а почему нельзя 15 минут? Он говорит, теперь буду 15 минут. Я говорю, а ты что, не знал, что ли? Он говорит, я не знал. Как ты не знал? У нас, говорят, час надо заниматься. Во сколько утром надо заниматься? Вот, утром сесть. Шесть часов до семи. Семь, да. Да, это все так, да? Да, и пять, и шесть. И пять, и шесть. Утром. Утром. А днём? А днём? А днём? Ветером вот это можно. Носитель культуры йоги. А, да. Не знал, что можно 15 минут делать. Вот, что значит традиция, да? Формализация, формализация. То же самое, как наша религия и всё прочее. Дух идеи вылучивается, а остаётся форма. Вот ему сказали, час надо делать, и он ни туды, ни суды. А у него времени нет час делать. И поэтому он выпадает из системы. Потому что дух идеи не в этом. А дух идеи делай, сколько тебе подходит. Именно тебе, конкретно. Ты теперь будешь делать 15 минут, да? Да, теперь буду 15 минут, да. Да, ты громче говори, чтобы энергия слышала. Я слышала. Смотри, как блестят глаза, как блестят. Теперь я буду 15 минут, да. А у нас ещё, когда мы сокращаем, сокращаем время, подбираем индивидуальные действия. И чем ближе упражнение самому человеку по структуре его личности и текущему состоянию, тем меньше нужно времени. В этом суть ключа. Подбор, путём перебора именно тех действий, которые организм и сам инстинктивно выдаёт, когда человек сосредотачивается на волнующие задачи, когда он переживает. Организм ему и сам выдаёт эти действия, но он это глушит, потому что вот так по шаблонам живёт. По шаблонам. Вот мы с тобой переписывались, чтобы подарить людям знания из опыта своего, там насчёт ключевого дыхания. А ты мне написала, а ты мне, Наргиз, дорогая, написала, что вы предлагаете искать тепло в момент вдоха или выдоха, где теплее просканировать, одну минуту. А я говорю, ты говоришь, что ты была... Давай, рассказывай. Хасам Гамильевич, лет 9 назад, в 2012 году, я прошла курсы Мирзакарима Нарбекова, оздоровительный курс. У меня была проблема с щитовидной железой, у меня была гипофункция. Вы слышите меня, Хасам Гамильевич? Это я очень внимательно слушаю, очень внимательно слушаю. Мы садили на гормональную терапию, но я по сути своей борец, я не могу согласиться с тем, чтобы пить лекарства всю свою жизнь. Я сказала, я не буду пить этот гормон. И я искала альтернативные методы лечения, и вот мне мозг сразу же подсказал. Я всегда, Хасам Гамильевич, прошу подсказки у Бога всю свою жизнь. И Бог мне очень быстро подсказывает. И он мне подсказал, мне Закарим Нарбеков, в общем, оздоровительный курс. Я прочитала его книгу, прошла его курсы и вылечила себя. То есть ты сейчас щитовидкой не страдаешь? Абсолютно. Я привела гормональную систему в порядок, я родила второго ребенка, потому что у меня было два выкидыша из-за гипофункции. Я родила вторую девочку, и у меня все прекрасно. Молодец, красавица, и умница, и мама хорошая, и дети хорошие, и муж хороший. Ну ты слушай, молодец, молодец. И бантик хороший. Спасибо, Хасам Гамильевич. Хасам Гамильевич, суть метода Мерзакарима Нарбекова на суфистских знаниях, древних узбекских, он с Узбекистаном сам. И, значит, суть вдох-выдох, вдох через рот, это теплый воздух, то есть дышать больной орган. Я дышала в щитовидную железу свою. Не, а через нос нельзя, что ли? Слушайте, Хасам Гамильевич, вот послушайте внимательно, значит, некоторые не могут образно, естественно, это образная работа, это работа с образами, как всегда, тепло-холод. И Нарбеков говорил нам, не можете представить тепло и холод, вдыхайте и выдыхайте. Когда выдыхаешь через рот, это теплый воздух, это лечение. А когда вдыхаешь через нос, вот просто вдохните, идет холодный воздух. Холод, холод, это закрепляет. То есть тепло лечит, холод закрепляет. И так в течение 40 дней. Ну, как бы его метод лечит. Поняли меня, Хасам Гамильевич? Так я поняла. Да. В принципе, кстати, вот это из Индии метод. Из моей любимой Индии, потому что Индия потрясающая страна. Там тоже дышат. В больной орган. Это практика в Индии тоже есть. Дышать, но ее очень много надо дышать. По 800, по 900 раз в больной орган, чтобы его вылечить. У суфиев то же самое, но они закрепляют результат холодом. То есть ты вылечил орган, а потом закрепляешь его вот этими вдохами через нос. Ну, как бы холодный воздух, чтобы понять это, ну, образно, кто не может. Вот так вот. Ну, это просто на тот момент, Хасам Гамильевич, я не знала метод ключ. Поэтому я воспользовалась методом Мирзакарима Нарбекова, и он мне помог. Да, я очень рад. Я хочу сказать такую вещь. Я не знаю про холод, тепло. Потому что я метод ключевого дыхания создавал задачи, как человек может себе быстро помочь за одну минуту. Никогда у него много времени, когда он может там часами этим заниматься. А вот у него жуткий стресс. Я же все время вытаскивал людей из терактов после того, когда они в шоке. У них острый стресс, острый и дети, и взрослые. Острый стресс. И они не могут какие-то техники делать. Ну, вот плохо ему, плохо ему. Ему не до техник, понимаешь? Его надо срочно вытащить. Я ему говорю, одна минута делай, прислушивайся просто, теплее, где у тебя в носу, или когда ты выдыхаешь, или когда вдыхаешь. Простую задачу, самую простую, которая возможна. Просто скажи мне, где теплое, когда ты вдыхаешь или когда выдыхаешь. И все. И пока он это делает, он уже раз, и он говорит, ой, я спать захотел. Ой, у него слезы полились, и уже разгрузка пошла. То есть включился механизм. То есть я из тех соображений, как человеку экстренно помочь. Поэтому, когда я провожу в скайпе или в интернете, на школе у нас, хомофатуру, сфигбуш, помощь кому-то, бесплатная помощь или вебинар обучаю, я тогда даю именно те действия, которые человеку сразу помогают. И вот у меня, я там ролики делал, показывал, что вот мне сегодня звонила эта дама в мудром возрасте. Она говорит, да. У меня, я, говорит, тогда разрыдалась сразу после ключевого дыхания, вышла на автоколебание, переживала, стонала. Вопила, вопила, ну, короче говоря, я говорю, и надо было делать то, что хочется. Иногда вот так стонут, вот так стонут, раскачиваются. Ну, так же и плакальщицы так делают, а потом встают, как молодые. Так вот вопрос в том, что я это сказал, я сам занимался, ко мне больной пришел, я с ним разговаривал, и в этот момент она делала, я просто посматривал, посматривал, правильно делать, неправильно. Ну, я вижу, правильно там, где все делает, и меня там как бы и не было. Я просто контролировал процесс. И ты представь себе, она сегодня мне уже звонит и говорит, да, теперь у меня уже появилось состояние, когда мне все, говорит, безразлично. Да, я говорю, во, это имеется в виду как, приятно или неприятно? Иногда бывает депрессия, когда плохо все. Безразличное, когда угнетенное состояние. Она говорит, нет, ровное состояние. Если сравнить вот по шкале, а вот уже здесь, было 10, стало 0. Сейчас, говорит, такое состояние, все безразлично. Я говорю, вот это момент, с которого начинается восстановительный процесс в организме. Вы гору стресса сбросили, и теперь включилась внутренняя система восстановления. То есть, в первую очередь, надо сбросить напряжение, и там уже включаются восстановительные процессы. Регенерация идет, внутренний доктор работает. И там гормоны включаются, все, которые нужны. Такие лекарственные вещества тонкие, до которых еще ни один аптекарь не додоносит. И говорю, вот завтра позвоните, и вы мне расскажете, уже пойдет. Было минус, стало 0, а теперь пойдет плюс. Вот как это работает. Ну, потому что я не мог бы ей сказать в первый раз, когда мы встречались два дня назад в скайпе. Она же ожидала, как я мог ей объяснять, вот туда холод внушает, туда тепло внушает. Она бы, когда человек в стрессе, ей трудно, человек не слышит, у нее горе там. Ах, а сам дамичка. Доминал-то другая, да, стрессовая? Доминал-то, они вообще не слышат, вот почему я сейчас каждый день ролики выдаю. И одну и ту же повторяю. Вот интересное дело. Ко мне звонит кто-то опять и говорит, я делал волну, говорит, но мне не помогает. Я говорю, покажи, как ты делал, покажи. И он сел, закрыл глаза, я говорю, зачем закрыл? Он говорит, ну надо же расслабиться. Я говорю, зачем надо расслабиться? Ой, вспомнил, вы говорили, не надо расслабляться. Я говорю, переживай, о чем переживается, а не ищи в себе расслабление, не ищи в себе нуля. Вот я сто раз говорил, а все равно не слышит. Так это люди более-менее в нормальном состоянии, а когда человек в жидком взрослении вообще не слышит, потому что они все задействованы. Он меня слушает, а все равно ищет это состояние. А я уже несколько раз говорил, каждый раз и сейчас повторяю. Друзья, когда делаете волну, думайте, о чем думается, переживайте, о чем переживается. Не надо искать там расслабления. Вы не найдете там, вы до утра так будете искать. Это будет результат того, что вы не ищете расслабления, а переживаете, о чем переживается. На синхронизирующей волне, на волне автоколебаний. Вот вы переживаете, и переживаете, качаетесь и качаетесь. И когда вы так делаете, через несколько минут вы заметите, что вот через этот процесс уже и пойдет облегчение. А не когда ты сел, закрыл глаза и ждешь. Это неправильно. Я понятно сейчас объясняю? Для всех, для всех. Да. Ну, я думаю, надо соединять эти методики, кому что подходит. То, что я говорил, что ищи, что теплее. И соединяй с тем, о чем Наргиз говорит, о чем там Мир Закаримов, как его зовут? Еще раз. Закарим Нарбеков. Да, как он говорил, вы соединяйте, соединяйте, потому что ключ. Принцип ключа. Это никакое лучше или хуже. Нет. Это то, что вам подходит. Вот этот принцип. Подбирай путем перебора. То, что тебе легче всего сделать, приятнее всего сделать, быстрее всего сделать. То, что тебе подходит. То, что тебе путем перебора разных упражнений, пожалуйста, перебирайте. Поэтому ключ такая вещь, которая всем подходит. Там принцип подбора путем перебора, а не какое-то шаблонное упражнение. Вот делай вот так. Нет, делай не вот так, а делай как ты. То есть мы обучаем людей сравнивать, сопоставлять, подбирать. То есть мыслить. Потому что это развивает мышление. Хасан Магомедович, а вот эти вот дыхательные, даже вот я сочетаю, вот этот метод, да? Оно уже идет на автомате. Вдох, выдох, вдох, выдох. Особенно, когда я люблю хлёст. Я люблю делать хлёст. И на хлёсте вот это вдох-выдох, это уже на автомате идет, как навык. Да, уже сформировался у меня что-то. Тепло-холод, тепло-холод. И это уже на автомате. Ты даже не фокусируешься на этом. Ты просто дышишь, как холотропное дыхание. Ну вот они услышали сейчас хлёст, тебе нравится. И новичок там думает, а что за хлёст? А вот новичок там же не знает. Дело в том, что у нас есть короткие действия, которые для раскрепощения, для бодрости, для легкости, для освобождения от зажимов нервномышечных. Это хлёст руками по спине, это шалтай-болтай, это лыжник, это виз упражнения, это лёгкий танец короткий. Они все коротенькие, по минуте ещё есть даже дробная сихрогимнастика по секунде. Плюс те действия, которые вы сами создаёте по этому принципу. А есть вот такие восстановительные, они подольше, минута, пять минут, двадцать минут, может быть волна и тридцать минут первый раз, чтобы полностью разгрузиться. Ну там интуиция подсказывает. Ну просто берёте там и смотрите синхрогимнастика по методу Круч, можете, там называется в Ютубе, можно набрать пять минут, которые изменят жизнь, синхрогимнастика, касаясь лифт. Ну смотрите, пожалуйста, в моём исполнении, именно там, где я. Я это готовил МАС-500, именно я для них тогда, когда готовил, запись сделал. Там посмотрите эту запись. Так, именно там, где я показываю. А вот когда человек делает волну, например, вот вышел вот на эту волну и говорит мне, а я хочу там хлёст сделать, можно? Конечно, можно. Если вам потребность организма возникает, делайте хлёст. То есть подключайте все те действия, которые вам хочется сделать. Вот в этом суть ключа. Поэтому это универсальный метод. Всем подходит, потому что это не шаблон, а подбор индивидуальных приёмов. Поэтому он и подходит всем. Поэтому он и универсальный. Универсальный, да, вот именно. Да. Наргиз, как приятно на тебя смотреть. Ты детям привет и передавай. Мужу привет и передавай. Баку привет и передавай. Баку привет и передавай. Да. Так что вот. Ну, Наргиз хочет попрощаться. И индус. Индус. Я теперь тоже знаю. Теперь он будет йогой заниматься. 15 минут. Потому что он думал, что час надо заниматься. Да. Да, вот молодец какой. Да, молодец. Ну, тоже здоровье. Здоровье ещё хорошо. Как спина стала. Как спина стала. Хорошо. Хорошо, говорит, стало, да. Теперь он будет без иголок йогой заниматься.